Сегодня депутаты утвердили законопроект, который заботится о тех, кто брал ипотеку в иностранной валюте. Документ предназначен для оказания помощи гражданам, у которых ежемесячный платеж вырос из-за того, что кредит взят в долларах. Об этом и какие еще законопроекты утверждены Мажелисом, расскажет наш корреспондент. Повестка дня заседания Мажелиса, как правило, полна важных документов. В первую очередь депутаты одобрили законопроект в отношении особо охраняемых природных территорий. Он ускорит и облегчит процесс возврата государства неиспользуемых земель. Или Алла-Атауский, Бурабайский национальный парк и Кокжайляу вновь включаются в состав особо охраняемых территорий. По Кокжайляу, как вы помните, мы передавали посредство горнолыжного комплекса. Сегодня принято решение об отказе от этого проекта. Поэтому сегодня городской акимат согласен эти земли вернуть. Также в первом чтении был принят законопроект об обеспечении отдаленных сел интернетом. Согласно документу, за два года в 2000 сел должен быть проведен высокоскоростной интернет. Таким образом, охват интернетом территории Казахстана достигнет 97%. На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касамшимар Кемельч Тухаев говорил о важности дальнейшего развития систем образования и здравоохранения. И в первую очередь посредством повышения эффективности процессов цифровизации. Именно на реализацию этой задачи направлен данный законопроект. В результате у сельчан не только расширятся возможности получения электронных госуслуг, но они смогут и активнее пользоваться системами онлайн обучения и цифрового здравоохранения. Законопроект относительно совершенствования деятельности аудитора вызвал бурное обсуждение. Сейчас в международном рейтинге по объективному проведению аудиторских проверок страна опустилась на 50-е место. Для того, чтобы улучшить данный показатель, нужно увеличить количество независимых ревизоров по сравнению с государственными аудиторами, говорят мажористмены. Что, если мы включим в этот комитет других профессиональных аудиторов? У нас есть данные о том, что аудиторы не смотрят за порядком, не дают объективной оценки работы друг друга. Поэтому мы считаем, что это должны быть независимые эксперты. Депутаты утвердили законопроект, который упрощает погашение ипотеки, взятой до 2016 года в иностранной валюте. Вследствие девальвации тенге это резко отразилось на населении. При этом банки не торопятся, чтобы помогать клиентам. Теперь новый документ должен решить это в одностороннем порядке. Предлагается поправки законодательства, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физических лиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года без заявления заемщика в одностороннем порядке, что позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение Елбасы. Еще один законопроект предусматривает двукратное уменьшение обязательных пенсионных взносов для фрилансеров. Стоит отметить, что большинство одобренных законопроектов были инициированы самими депутатами. Из-за того, что многие были утверждены в первом чтении, в документы могут быть внесены дополнения и поправки.